МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Беларуси городский поселок Камарын селит и набудет новый выгляд. На варте закона у прокуратуры в области выдали книгу Пашаны. А зараз об этом и иншим больше подробятно. Президент Беларуси Александр Лукашенко повиншевал суайчинников с Днем Перамоги. Это свято просякнуто мощными эмоциями и почутями. Горуч устраты миллионов безвинных жителей. Радостью, вызволением от фашистского прыгнета, усведомлением неустойливости миру и отказностью за его. Говорится о веншевании. Мы на зауседы захываем правдивую хисторию той войны. Передадим будущим поколениям разумение того, что одинство, вера в себе и соправдная любовь дородимы, надеянная оборона от любой погрозы. Мужность, неозломность воли и патриотизм народа-пераможцы навеки застанутся символом нашей национальной самосвядомости. Подкреслива Александр Лукашенко. Особную удяшность керавник державы выказал ветеранам. Ваш подвиг будет жить в наших сердцах, как великий дар. Могчимость свободно працевать с народной земли. Выховывать детей и унуков на идеалах добра, сумленности и справедливости. Звернув увагу президент. Митинг-рекви, мурашистый сход и концертная программа. Сегодня в Гомеле прошли мероприемства, примиркованные до Дня Перамоги. Отдел в аурашистостях приняли и наши корреспонденты. Мемориальный комплекс «Аллею героев» в Гомеле открыли в лепени 2014 года. И с того часа тут проводятся практически все буйные мероприемства патриотичной накерованости. Среди удельников сегодняшнего митинга, первенники города и в области, представники аппаратационных коллективов громадских организаций. Самые гоноровые гости – ветераны Великой Айчинной войны и воины-интернационалисты. Старшиня Днепропетровской областной организации Союза офицеров Юрий Тимонин с послевоенного поколения военнослужащих. Леперамогу у Великой Айчинной лишить галлонной подеи 20-го стагодия. Всегда, как говорят, со слезами на глазах. У меня самородных очень много погибло во время Великой Айчинной войны. Поэтому считаю, что этот праздник – память, добрая память всем павшим героям и тем, кто еще остался жив тоже. Дай Бог им здоровья. Полковник Иванов, старший политрук Смирнов, старшиня Михеевский, родовы Аураменко. Яны загинули подчас вызволения Гомеля. Зараз их прозвища – на плитах мемориального комплекса. Вянки и кветки, которые ускладают удельники митингу, да и не на поваге задействованы подвиг и мирное небо. Вечная память тем, кто загинул, и низкий поклон тем, кто застался живым. Уважение огромное просто. Я всегда, когда вижу, мне хочется всех обнимать, благодарить. И благодарить, и благодарить, и благодарить бесконечно. Я очень люблю День Победы. Цветочный урожистый сход все лето проходит у областных громадско-культурных центров. 9 мая – День войсковой и прационной славы. Узор стойкости и отваги. Практично у каждой семьи сегодня заходится память об родных, которые принимали удел у Великой Айчинной. Некто пришел с фронта, але не дожил до наших ден. Некто загинул литерально за некольки ден до перемоги. Дядя погиб 9 апреля 1945 года в Прибалтике. Служил в партизанском отразе собору, а потом в 1943 пошел в действующую армию, был в разведке, и там же в разведке у них застрелили. 9 апреля 1945 года года, месяц до конца победы не дожил. Фотографии, письма осталось, 24 года ему было, карандашом писано на бумажке 1941 года. За годы войны 125 уродженцев Гомельской области стали героями Советского Союза. Первыми городами, які у вынеку контрудару генерала Пятровского, Червона армия хоть и часова, але вызволила от захопников. В 1941 году стали Жлобин и Рогачу. Почас оккупации на территории в области денечили 127 партизанских отрадов, в яких змагалося больше 50 тысяч человек. Миновитой на Гомельщине почалась операция «Багратый юн», выникам якое стало вызволение Беларуси. О гисторию Великой Айчины наш регион описал шмат героичных сторонок, але цена перемоги для его оказалась великой. 1126 вёсок повторили лёс хатыни. С фронту до дому не вернулися 40% мужчин в возрасте от 18 до 35 годов. Сёдня на Гомельщине проживали 1246 ветеранов войны. Людей, які отдали усім урок – патриотизму, адваге и гонору. Алексин Цюром, Марина Джала, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». По традиции ранець евро-чистый митинг пройшёл каля кургана славы у Гомеле. Починаючи с 2005 года тут проводится громадская патриотичная акция «Беларусь. Земля славы ратной», в рамках якой на курган привозится земля с местов, где проходили бои. За час проведения акции гэта церемония повторялась больше, як 300 разов. Сёдня у шасти гильзах, які были выраблены ясше под час войны – земля с Минска, Бреста, Гродно, Могилёва, Лоева и Калинковичу. Многие пройшли на митинг с фотосдымками своих родных удельников войны. Андрей Киселевич перемогу сустрел в Берлине. У опошніх боях в Великой Айчынной он стратив шмат боевых сябров. Але ему самому пошансовало застаться у живых. Протягиваем выпуску ответностей с заручением президента Беларуси об развитии посёлков городского типа у Камарынне Брагинского района проводятся масштабные работы по доброупорядкованию территории и капитальным ремонте широкого объектов социальной сферы. Звернуть увагу на этот населенный пункт промышает той факт, что минавито Ацюлю в вересні 1943 года почалося вызволение Беларуси. Гарпасёлок наведав Олег Сентяроу. У ги старичных креницах Камарын узгадывается еще в 14-м стагодзе, як в Вёско-Урельском повете. В середине 17-го стагодзе тут проходили шматреки битвы украинских казаков с польскими войсками. Але у сучасной истории Камарын ведомы інши падеи. 23 вересня 1943 года гэта городский посёлок стал першим районным центром Беларуси, вызволенным от закопников. Правда, непосредна переправа подразделению Центрального фронту отбалася у районі вёстки Верхній Жары, гэта коля 10 км на повденье от Камарына. Место выбрали не вопадково. Гэта территория знаходялся под контролем партизан. Помогли Междуречи переправиться нашим войскам, а вот обеспечивали переправу. Ну а потом уже 15-й стрелковый корпус развернулся в Междуречи. Припяти и Днепра освободил первых шесть деревень. А 23 сентября уже первый райцент Беларуси, городской посёлок Камарын. Об боях, які разгорнулись на Камарынском напрямку, можно мерковать по братской могиле, якая знаходится у центра городского посёлка. Тут похованы 798 червонаармейцев, у тым леку шесть героев Советского Союза. До 75-й годовины вызволения Камарына тут проведуть реконструкцию. Отповідный проект зараз распрацовывается. Ящедзен проект – текстастелы, якая усталевана у гонор-возволителів 15-го стрелкового корпуса 13-й армии Центрального фронту. Минавида коля гэтага помненька, у Камарыне проводятся все урочистые мероприемства. До 75-го годовины вызволения Камарына стела набеет новый выгляд. По-перше, она станет коляровой, теж солдатской каски, пофарбують зелёный колер. Заявится ещё одна лестница, тогда подоходить до стела станет больше зручно, особливо подчас массовых мероприемств. И ещё проектировщики пропонують установить вот тут специальную систему подсвечивания. Хоть только военными помненьками добра упорядкования Камарына не обмяжуется. У Червене будовники повинны завершить капитальный ремонт городского дома культуры. На гэтая мета выдасткована амаль 500 тысяч рублёв, причём работы будут проведены и внутри будинка. Ящедзен объект социальной сферы, где зараз идёт ремонт больница. Хоть не все работы проводятся за бюджетные сродки. Процесс наведения парадку на улицах гор-посёлка. Клопот местовых предприемств и жахаров Камарына. Сегодня гэта амаль 2,5 тысячи человек. Наш посёлок всегда должен выглядеть очень красиво и хорошо. Мы уже к этому привыкли. И все люди выходят. И организации закреплены за каждыми улицами. Население выходит, чтобы было говорить, чтобы он выглядел достойно. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Брагинский район. У рамках социального проекта «Монументы Пирамоги» супрацовники Гомельского управления магистральных газопроводов одновили стеллу на место похования пяти воинов советской армии. Знаходится и на Калявёске «Дубовец» Гомельского района. Урошистое открытие от реставрованного помника пройшло подчас митингу у гонор надыходящего дня «Пирамоги». Евгения Кухаронак приняла удел в аурошистостях. У проекте «Монумент Пирамоги» супрацовники Гомельского управления магистральных газопроводов удельничают четвертый год за парселлета для реставрации обрана стела «Калявёске Дубовец». Уж дневни 1942 года тут немецкие оккупанты расстреляли советский авиадесант. На этом месте усталевали помник. Однако с часом стежка до его амаль заросла. Два тыс дни тому одновленчая работа «Калявёске» подшались именовиты за расчистки заросликов. Памятник стоял с обыкновенным кладбищевским погостом. Нарисовав чертёж благоустройства, согласовались с местными властями, с сельским советом. Мы принялись за работу. Уложили плитку, привезли двух видов щебень. Сегодня это памятник, который видно с центральной улицы. Ещё две недели назад этого памятника в зарослях, в сухостое не было видно. Работа проведена хронтовная. В окол стелы усталевали новую огороджу. На допомогу вышли сопрационники местового лесництва и жихары-вёзки. Принимали участие наши работники, работники филиала. Порядка десяти человек участвовало в проекте. Лесники приезжали, провели очистку территории. Люди, немногочисленные жители, которые здесь живут, также непосимый вклад несли. Кто что мог. Кто водички принести, кто деревья убрать, листья подрибьте. В моём дворе всё это плитки, всё-всё лежало. Это всё со двора. И воду убрали, и предлагали, и помогали им. И дочка помогала. Я вот сижу и думаю, сколько бедных детей работали. Спасибо нашему поколению за хорошие дела. Супрационники Гомельского управления магистральных запроводов, которые работали тут, улику первых усклали кветки до обновленного мемориала. На урок 6-й митинг пришли так само простонники местовой улады, духовенства, школьники и местовые жихары. Усе выказали подзягку за проведенную работу. Проект «Фонумент перемоги» – это посильный уклад у захования нашей гульной истории и памяти о подвигах советских воинов. Евгений Кухаронак, Василь Осипцов, телерадо и компания «Гомель». Да и инших тем, у Беларуси есть необходимый потенциал для распроцовки, развития, укоронения технологий освоения тяжко-здобывальных запасов нафты. Об этом поведомил журналистам президент Международного товариства инженеров нафтогазовой промысловости Дарси Спэдзи подчас визиту на «Беларусь-нафту». Для этого необходимо отработать новые технологии на каждом родовище особенно. Спасибо за то, что в нафтовой галине Беларуси работают опытные и высокоадукованные специалисты, и они могут самостоятельно развивать и укоронять ГТ-технологии. До речи, компания «Беларусь-нафта» с минулого года официально появляется сябра Международного товариства инженеров нафтогазовой промысловости. На ее базе работает «Гомельская секция». Я очень доволен результатами работы вашей секции. Она буквально несколько лет назад была образована, она действительно новая. Тем не менее, я уже встречался с генеральным директором буквально спустя год после того, как была образована секция. И уже сейчас я вижу хорошие результаты. Я считаю, что Беларусь может нести весомый вклад в развитие региональной секции СПИ. Мы в 2016 году вступили в секцию СПИ, в Международную секцию СПИ. Туда вошли как наши профессионалы, работающие компанией «Беларусь-нефть», так, соответственно, и студенты наших вузов. Хочу отметить, что за этот небольшой период времени наша численность в секции СПИ превысила уже 80 человек. И самое главное, что удалось сделать за эти два года, мы провели ряд очень позитивных встреч, где обменялись знаниями, обменялись опытом, обменялись технологиями. Хочу отметить, что это дает возможность развития не только студентов, но и молодых специалистов, в том числе и профессионалов. То есть это шанс получить опыт, какие компании в мире, какие современные моменты используют технологии. У Беларуси открытое 83 родовища нафты. Сдобыч авиадеца на 61. Коля 70% родовища утримливают тяжко сдобывальные запасы. Все лето предприемство, плануя повялищись с добычу нафты на территории Беларуси до 1,670,000 тонн. Летость сдобыли на 20,000 тонн меньше. До на доходящих дня перемоги у прокуратуры Гомельской области презентовали книгу Пашаны, где под одной выкладкой собрали биографии ветеранов и працавников тылу. Это соправдная история прокуратуры в области у особах. Книга складается с трех часток. У первой расповедается про удельников боевых деянеев и тех, кто после вызволения Гомельщины наладживал правопорадок. Дякуючи архиву удалось одновить биографии 83 ветеранов. На жаль, в минулом году опошние за их лику пошли с життя. Однако их непростый працавный шлях – соправдный приклад для сегодняшней молоди. Наступный раздел книги просвятили воинам-интернационалистам, которые выконывали свой обвязок за межами нашей родимы. Третий раздел выдания отведены работникам прокуратуры, которые удостоены державных узнагород и гоноровых званий. У князя Пашаны позначены прозвищи как генералов, так и родовых супрацовников, которые долгие годы прослужили у прокуратуры. Каждый в свой час унес неоценный уклад у захования законности и правопорадку. Мы собираемся коллективом, чтобы почтить память всех тех ветеранов войны, которые отдали свою жизнь и тех ветеранов войны, которые служили в органах прокуратуры. К сожалению, в прошлом году последние из них ушли из жизни, поэтому стал вопрос увековечить память этих людей. Еще в советские времена в каждой организации была книга почета, книга славы. Поэтому мы решили возобновить эту традицию. На проконце урочистого мероприемства в присутствии ветеранов службы и своих родственников молодые специалисты приняли присягу и отримали первые посвящения и погоны. У Гомеля в Першиню прошли из поборниц по водных видах спорта все родкоманды областной организации Республиканского громадского объединения «Белая Русь». Иницияторами выступили активисты первички Белорусского державного университета транспорта. На базе спортивных комплексов этой установки и проходили водные баталии. У делу их принимали сборные команды районов Гомеля и в области. У программы шесть эстафет с пирожкодами, с предметами и вольным плаванием. Просвятились поборниц и надыходящему святу Дню Перамохи. Мы очень много проводим мероприятия по здоровому образу жизни. Который год у нас проходит областная спартакеада. И в этом году именно по инициативе первичной организации Белгута они вышли с этой инициативой разнообразить нашу спортивную жизнь и провести соревнования по водным видам спорта. И наши мероприятия несут лично для нас еще и социальную значимость, потому что мы проводим преддверие Великой Победы. Поэтому все наши заслуги и победы будут посвящены именно этому Великому Дню. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by Далее эфиры Дефакто и спортивный огляд. Я с вами развитываюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Дефакто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомеле подросток упал с перил набережной в реку. Трагедия произошла накануне вечером. К месту происшествия в считанные минуты прибыли подразделения МЧС, освода, скорой медпомощи и милиции. Парни достали из воды в бессознательном состоянии. Медики сразу на месте начали проводить реанимацию. С предварительным диагнозом утопления его увезли в больницу скорой медицинской помощи. Детали трагического происшествия устанавливаются. По словам очевидцев, школьник 13-14 лет шел по перилам на набережной реки Сож, оступился и упал в воду. Сегодня в суде Ветковского района началось слушание дела по факту разбойного нападения на пенсионерку из деревни Светиловичи. На скамье подсудимых трое – мужчин и одна женщина. Потерпевшая до рассмотрения дела в суде не дожила. Кроме совершения разбойного нападения подсудимым инкриминирует оставление жертвы в опасности. Связанная престарелая женщина провела ночь в холодном доме. Утром ее нашла соседка. Напомним, в начале ноября прошлого года злоумышленники приехали в Светиловичи, проникли в дом местной жительницы, избили ее и, угрожая дальнейшей расправой, забрали все деньги. Добыча составила всего 500 рублей. Нападавшие связали жертву скотчем и попытались скрыться. Оперативники уголовного розыска УВД Гомельского облсполкома во взаимодействии с сотрудниками Следственного комитета и Госкомитета судебных экспертиз задержали преступников на следующий день после того, как они вернулись в нашу страну. В группу входили один белорус и трое граждан России. Вина задержанных подкрепляется многочисленными доказательствами. Сегодня на пожаре в поселке Меже Гомельского района травмирован пенсионер. Сотрудники МЧС по прибытии на место вызова нашли мужчину, лежащим на земле в шоковом состоянии с ожогами рук, ног и лица. Деревянный жилой дом и сарай горели открытым пламенем. Пенсионер 1954 года рождения был передан медикам. Пожар спасатели ликвидировали. Такой узор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Известны трое из четырех полуфиналистов чемпионата Беларуси по мини-футболу. Уверенно шагнула в следующую стадию гомельская команда ВРЗ. После победы в первом поединке в Гомеле со счетом 3-0 над Микошевичским гранитом. Во втором вагоностроители также не дали усомниться в своем превосходстве. Пропустив первыми на старте второго тайма подопечный Анатолий Яновского после отправили в ворота Микошевичской команды пять мячей. Хитриком отметился Евгений Клочко. По одному точному удару на свой счет записали Григорьев и Рогачев. К сожалению, сошлась с дистанции еще одна гомельская команда БЧ. Железнодорожники из столицы выдали два зрелищных поединка, победа в которых могла достаться каждому из соперников. Однако более удачливыми оказались Минчайни. Сначала они победили дома 2-1, а после взяли верх и в Гомеле 3-2. Надо отметить, что железнодорожники по ходу домашнего поединка дважды вели в счете. Соперником столицы в полуфинале будет Лид Сильмаш, который в повторной встрече обыграл столичный дорожник. Отмечу, что оба раза команды доводили дело до овертайма. Соперник ВРЗ по полуфиналу определится 10 мая в противостоянии Оршанского, Витена и Могилевского форта пока паритет. Полуфинальные серии стартуют 14 мая. Баскетбольный клуб Гомель-Сош уступил столичным цмокам и в третьем поединке полуфинальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу среди женских команд. На домашней площадке команда Сергея Кулешова потрепала нервы действующему чемпиону, уступив всего 10 очков 45-55. Теперь гемельчанки будут бороться за бронзу чемпионата. Соперник станет известен завтра в противостоянии столичного горизонта и Гродненской Олимпии пока счет 2-2. Решающая игра состоится в Гродно. В Гомеле прошло первенство Беларуси по вольной борьбе в программе спартакиады детско-юношеских спортивных школ соревновались атлеты 2003-2004 годов рождения. В состязаниях юноши и свои команды выставили 38 спортшкол страны. В числе призеров Гомельская из Дюшор номер один по ФСО «Динамо». Гемельчане заняли второе место в общем зачете. В десятку сильнейших попала и Кармянская Дю США. Восьмое место. В турнире девушек за медали боролись 34 команды до пьедестала в общем зачете наши спортсменки не дотянулись. В десятке только Гомельская из Дюшор профсоюзов «СОЖ» седьмое место. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова